Всем снова привет, вы на канале Вин Кондишн, мы возвращаемся к обзорам, экспрессо-обзорам нового базового выпуска 2021, на очереди зелёный цвет. Сразу переходим к исполинскому смерти глоту, это вечный репринтозавр, как его называют, 6-6 за 6 с пробивным ударом, нехорошо, неплохо, как бы в лимит, если вам нужен 6 дроп, этот иногда можно им играть, особенно учитывая, что здесь есть определённая тема в зелёном цвете на существ с атакой 4 или больше. Тем не менее, понятно, что карта особо не впечатляет. Саблезубый истязатель, если вам удастся положить на него хотя бы один жетончик, уже будет хорошо, потому что 4-4 за 4 мана уже неплохо, и особенно 3-3 с жетончиком плюс 1-1 это лучше в этом сете, чем просто 4-4 за счёт того, что есть синергийные жетончики, поэтому думаю, что это будет такой хороший филер просто для зелёных колод. Бунга Рука, мне нравится эта чарка как такие билды раунд в лимит, это опять же тема на существ с атакой 4 или больше. Здесь её плюс в первую очередь мне кажется в том, что когда бы вы её не сыграли, всегда будет хорошо, если вы её сыграете на третий ход и потом начнёте выкладывать больших существ, вы начнёте брать за них карточки, если бы вы сначала сыграли больших существ, потом-то обдекнули эту карту, то вы можете сыграть её и всё равно подроваться, то есть она не будет совсем уже бесполезной, плюс она даёт пробивной удар вашим существам, что тоже маленький бонус. Мне кажется, что в качестве именно билда раунда эта карточка одна из лучших в этом сете. Царственная кошка, 2-3 за 3 маны статы средние, но здесь, конечно же, главный её смысл в том, что это плюс 1-1 остальным вашим кошакам. К сожалению, наверное, их не так много в этом сете, они практически все белые в зелёном, тем не менее, почти все кошки в этом сете в лимит вполне себе играбельные, поэтому я бы этой картой играл, даже если у вас буквально 1-2 другие кошки в вашей колоде, ну и понятно, что иногда её вторая строчка текста, да, про то, что там защита от собак и про то, что уничтожат артефакты, чары тоже будет полезно, так что отказываться от этой карты в лимит колодах глупо. Дремлющий тиранодон, опять видим продолжение этой темы на существах с атакой 4 и больше, карта мне очень нравится, вы сыграли её на второй ход спокойно, защищаетесь от ранней агрессии оппонента и рано или поздно, когда вы сыграете своё большое существо, вы тут же сможете пойти в атаку карты 3-3, ну и плюс каким-то образом положить жетончик на, собственно, самого тиранодона и он сам станет тем самым существом 4-4, вы сможете ходить им в атаку. СТСкая подготовка, репринт, соответственно, из терраса, и, кстати, как раз вот с тиранодоном здорово комбиться, можно зачаровать самого тиранодона и ходить им в атаку. Ну и, в принципе, вообще, да, активирует ваши синергии на существо с атакой 4, если у вас на данный момент есть только существо с атакой 3. Здесь, конечно же, нету таких синергий, как в террасе на чары, но думаю, что эту карту плохой не сделает, может быть, просто чуть-чуть менее синергичной. Азуса потерянная, но ищущая карта, которая разрывает в модерне, или, по крайней мере, разрывала недавно. Ясно, что карта в первую очередь для констракта, это в лимит, это 1-2 за 3 маны, это слишком слабенькие статы. Собственно, выложить кучу лишних земель с ней тоже, скорее всего, не получится, потому что, ну, настолько уж рамп дек таких в лимит просто не бывает, чтобы у вас к четвертому ходу там была куча-куча земель. Поэтому думаю, что лучше эту рарку оставить, да, для вечных форматов. Наровистый дилофозавр, честно говоря, первый раз слышу вообще такое имя для динозавра. Как бы на поверхности это просто 2-2 со смертельным касанием за 4 маны. Мы привыкли, что за 2-2 со смертельным касанием мы платим 3. Но в то же время, опять же, если у вас есть большое существо, то он будет ходить в атаку как 4-4 со смертельным касанием. И это уже достаточно серьезно, потому что здесь так просто его не заблокаешь. То есть, его не заблочишь двумя существами 3-3. Ну, то есть, можно, но понятно, что это будет размен 2 к 1 вашу пользу. Думаю, что это карты, которыми вряд ли вы будете играть прям там тремя копиями в своих колодах, но 1-2, в принципе, положить можно практически в любую зеленую. Каврионская Адриада. Опять же, карта с богатой историей. Очень давно она появилась впервые, уже даже не помню в ком сете. И была даже раркой в свое время. Была хороша для констрактов форматов. Сейчас уже непонятно, да. И не зря ее сделали анкоманом. На рарку уже не тянет по современным стандартам. Но для лимита, думаю, что практически в любой двуцветной колоде, где есть зеленый цвет, она будет хороша. И особенно хороша, наверное, в сине-зеленых колодах, потому что вы сможете дрогать больше карточек, больше заклинаний, всякие выборы разыгрывать за одну ману. И, в общем, даже на скорости инстант прокачивать своих дриад. В принципе, на нее достаточно положить буквально пару жетончиков, для того, чтобы она уже стала очень и очень хорошим 2-дропом. Еще один вечный репринт. Это «Возвращение к природе». Карта, которая сравнительно недавно появилась, но зарекомендовала себе с самой лучшей стороны. Отличная карта для сайтборда. Против чар, против артефактов, против стратегий на кладбище. Особенно учитывая, что здесь в базовом выпуске 21 есть реаниматор в сине-черных цветах в лимитед. Я думаю, что «Возвращение к природе» будет отличной сайдовой опцией для всех зеленых колодок. «Перевобытная мощь» — это очень гибкая рарка. Пусть она, не сказать, что самая сильная из всех, но мне нравится ее гибкость именно с точки зрения лимитед. Вы можете как сыграть ее за одну ману, и тогда это будет классический пре-апон. Просто подраться за одну ману, так и залить туда 3-4-5 маны. Во-первых, прокачать свое существо, чтобы оно убило большое существо оппонента. И тут же, если, например, у него не осталось блокеров, пойти своим перекачанным существом в атаку, нанести много урона. В общем, думаю, что это рарка с точки зрения драфтов. Силидов одна из самых лучших в зеленом цвете. Джилраэль — отшельница Мванвули. Не знаю, кто такой Мванвули, но Джилраэль мне нравится, потому что, несмотря на свои слабенькие статы 1-2 за 2 маны, эффект от нее очень хороший. Стоит вам только один раз ее активировать, взять две карты за ход, как вы уже получили еще и 2-2 вдобавок к своему 1-2. Ну и, разумеется, никто не заставляет вас на этом останавливаться. Можете хоть каждый ход в свой и в чужой ставить по фишечке 2-2, если у вас колодан, то позволяет. Ну и способность за 6 маны, как бы, дополнительно, конечно, приятная, но думаю, что в лимитед, скорее всего, она будет не так важна, поскольку на момент, когда у вас будет 6 маны свободных, скорее всего, вы заинтересованы больше в том, чтобы разыгрывать карты с руки, чем активировать способность прокачивать своих существ. Но все равно, даже если эту способность закрыть рукой и ставить только первую, для лимита это все равно будет очень-очень добротная карта, особенно в сине-зеленых колодах. Небесное столкновение — чисто сайдовая опция, в отличие, может быть, от некоторых других карточек, которые против флайеров в этом сете. Здесь совершенно очевидно, что играть ей можно только из сайдборда, например, если вы против сине-белой колоды или против любой другой колоды с достаточно большим количеством летунов, всаживайте. Да, она не убивает целевое существо, но зато всего за одну ману, и, как правило, у оппонента либо максимум одно существо с полетом на столе, либо даже если их несколько, вы будете рады, если он пожертвует любой из них. Хранитель леса. Вот эта карта, на которой не написано хекс-пруф, но при этом у нее такой псевдо-хекс-пруф, потому что, понятное дело, никто не захочет ее целить, но, на мой взгляд, это с точки зрения именно лимитед игры гораздо лучше, чем вот прямо порча устойчивость, написанная на карте, потому что, по крайней мере, есть какая-то опция взаимодействия, что всегда лучше и просто с точки зрения интересного геймплея. Ну и, думаю, не стоит и говорить, что за 6 маны 5-7 с способностью, по сути, взять 2 карты, если оппонент захочет его перемывить, это очень здорово, и бдительность, дополнительный бонус, я бы эту карту очень высоко пикал в драфтах. Козырь Охотника – это улучшенная карточка Ханзе Прей, которую мы знаем по предыдущим сетам, то есть вместо того, чтобы положить жетоны и драться, вы кладете жетоны и просто наносите повреждения другому существу, что, например, позволяет большим существам сначала покусать чужое, какого-то блокера, и потом пойти в атаку, не боясь, что какой-то мелкий 2-2 доразменяется так, что ваше существо погибнет. Да, 4 маны не очень мало, но в то же время в зеленом цвете ремовала в принципе немного, и отказываться от такого я бы не стал, думаю, что, учитывая особенность синергии на жетончике, эта карта будет весьма и весьма приятной в зеленых колодах. Бич Лесной Чаще, ясно, что если вы просто рассматриваете это как существо XX за X плюс 1 ману, оно всегда будет немножко не дотягивать до хороших статов, учитывая, опять же, вторую часть текста, что она синергирует с любыми другими существами, которые получают жетончики, растет само, при этом совершенно бесплатно, вам не нужно доплачивать никакую ману. Мне она нравится именно в синергичных колодах, если вы просто собираете какую-то, не знаю, там, сине-зеленую колоду на кардро, и у вас практически нет вот никаких синергий, то, может быть, тогда гидру стоит передать другому игроку и взять самому что-то получше. И еще одна карта, которая в первую очередь интересна для бело-зеленых колод на жетончиках, «Прилив жизни», кладет жетончик, потом удваивает количество жетонов на любом существе. Понятно, что вы здесь подвергаетесь примерно тому же риску, которому вы подвергаетесь, когда разыгрываете ауры, да, вы потратили карту, чтобы усилить существо, если его поремуют, то вы как бы потеряли две карты вместо одной. Но тот факт, что это инстант, да, мгновенное заклинание, вы можете всегда сделать это во время боя, например, съесть существо оппонента, и даже если словите ремувал, после этого вы уже разменяетесь как минимум два к двум. Так что, думаю, карта не зря анкоман, и будет в любой бело-зеленой колоде просто отлично выглядеть. Плетельщик, споровые паутины, как бы на поверхности это 1-4 захват за 3, но каждый раз, когда получают повреждения, вы получаете жизнь, кладете токен. Конечно, в идеале вы хотите сами каким-нибудь, постоянно как-то пинговать своего собственного паука и плодить с пролингов, но, в принципе, даже если просто вы будете вставать в блок и где-то размениваться, заставлять оппонента, может быть, потратить какой-то бурн спелл на вашего плетельщика, вы в любом случае как минимум одного сопролинга, думаю, а чаще всего даже двух получите. Поэтому карта хороша в любом случае, и, возможно, не знаю, мы ее даже в констракт это увидим, если, кажется, хорошие опции против каких-то синих колод на флайерах, кто знает. Решетчатые лианы, это репринт из гильдии равники, там она была хороша в черно-зеленых колодах, которые заботились о количестве карт-существ в кладбище. Здесь немножко другая тема, но тоже схожая. Вам важно, когда существа умирают, и тем ценнее существа, которые, грубо говоря, могут убить сами себя в любой момент, когда вам это нужно. Решетчатые лианы в этом помогают. Вы сыграли на первый ход, там, поблокали существа 2-2 оппонента, когда она перестала быть релевантной на столе, просто проели, активировали все свои синергии, так что думаю, что карта будет, конечно, ну, невыдающейся, средней, но, тем не менее, абсолютно спокойно можно в черно-зеленые колоды класть. Охотник Крон за 4 маны 4-2 слабовато, и, честно говоря, это тот случай, когда он комман, мне кажется, вполне мог бы быть комманом. Его способность, конечно, приятная, что он обязан быть заблокирован, если вы им атакуете, но важно понимать, что это не вы выбираете, кем будет блокировать оппонента, он может выбрать любой из своих существ, например, просто какой-то 2-2, заблокировать им и просто разменяться с вашим охотником. И его, да, вторая строчка текста про то, что он вам там погенет в нескольких хиточках, ну, в зеленом цвете это не так важно, как, например, в черно-белом архетипе, поэтому, честно говоря, думаю, что это, конечно, плохой картой называть я не могу, но на данном комончика как-то не дотягивает, в моем понимании. А вот карта, которая лично мне очень нравится, это Луноварский провидец, это такие склеенные между собой Луноварские эльфы и эльфийский провидец, карта, которая дает ману за единичку и за 2 маны существо, которое берет карту на выход. Здесь мы их просто склеили, получили монокос 3 и обе способности на нем есть. Очень мне нравится, активирует ваши синергии в зеленом архетипе и просто, в принципе, существо, которое вас рампит на третий ход, это тоже приятно. Ну и статы 2-2, в принципе, можно и подраться с кем-то, это не 1-1, который почти всегда просто сдается, а в чем блок, здесь все-таки уже более-менее можно порубиться и в бою. В общем, карта, которая в любой зеленой колоде, думаю, будет вполне приветствоваться. Яростный импат, еще один репринт, уже бог знает из какого старого сета, Эльдразии, наверное, я не помню. Понятно, что если у вас есть хорошие существа за 6 и более маны, то, конечно, вы хотели бы играть импатом, желательно, чтобы у вас таких существ было больше одного, на случай, если вы вдруг его возьмете и только потом возьмете импата, вам просто будет нечего найти, это будет 1-1 за 3 маны. Если у вас есть, например, какая-то бомба за 6 маны, положите того же репринтозавра туда, просто, ну, как такой запасной план Б. Я упомяну, наверное, что в Констракт эта карта тоже будет играть, думаю, потому что любые туторы классически просто сильны, когда у вас есть возможность найти карту конкретную, которая вам нужна, и это один из неплохих туторов, как мне кажется. Горделивый кот, очень классный коршак, мне нравится, и, во-первых, своим замечательным артом, и, во-вторых, тем, что просто карта хорошая для комончика, кладет жетончик либо на себя, и тогда это 3-2 за 3 маны, либо на любое другое существо, которым вы тут же, например, можете пойти в атаку, активирует все ваши синергии на жетончике, ну и после себя оставляет существо 2-1, которое значительно лучше, чем просто 1-1, если бы было, им уже можно где-то там разменяться с каким-то 2-дропом. Ну и, соответственно, то, что дает пробивной удар, это дополнительный приятный бонус, которого отказываться тоже не стоит. В общем, карта хорошая, мне нравится. Горгород Старейшина, карта, про которую просто вопили в соцсетях, иначе не скажешь про то, что, дескать, визады снова там все поломали. Думаю, что в констракт от этой карты будет в порядке, не слишком нечестной, то есть, да, она действительно огромная, да, у нее там куча эффектов, но все эти эффекты только на следующих отпусках, как вы ее разыграли, у нее нет ускорения, по сути, она ничего не делает, если ее тут же поремувить, в констракты такие карты классические, ну, у них есть своя ниша, но они не ломают игру. А вот в лимитед, конечно, да, если вам повезло такой мифик вскрыть в середе или в драфте, то, разумеется, ваши шансы на удачные вступления очень здорово повышаются, потому что в лимитед такого хард ремувала, то, что мы называем, довольно мало, например, красными заклинаниями, Горгорода не убьешь. В общем, что и говорить, да, это мифическая бомба, наверное, лучшая зеленая карта, которую вы могли бы вскрыть в пачке. Жизнь продолжается, принт очередной, и для лимитед, я думаю, что на эту карту, в принципе, можно закрыть глаза, она особо не нужна. Слишком слабый эффект, гейни хиточки, конечно, приятны, но только когда это идет в паре с каким-то другим полезным эффектом, и особенно учитывая, что, опять же, синергии все на лайфгейн обычно в белом и в черном, здесь как бы даже этим карту не оправдаешь, так что я бы оставил ее для сайтбордов каких-то констрактов колод в матчапах против монореда или что-то в таком духе, а в лимитед просто вообще не нужно класть свои колоды, даже в качестве сайтборд опции она не очень. Плетельщик силков, вы угадали, это снова репринт, добротный 2-дроп, иногда он будет лежать у вас в основной колоде, иногда, если вам повезло, и все ваши 2-дропы лучше, чем плетельщик, вы можете оставить его в сайтборде на случай игры против сине-белой колоды, например, но даже если он попал в вашу основную колоду, я думаю, что переживать не стоит, карта для 2-дропа вполне себе ничего. Снайпер небесного пути, очередная карта в зеленом цвете против флайеров, но в отличие от Паука, мне она нравится гораздо меньше в качестве майндековой карты, потому что 1-2 за одну ману, пусть даже со всеми вот этими способностями, для современного лимитеда это слабовато. Я бы держал ее в сайтборде если увидел у оппонента хотя бы парочку флайеров, потому что да, конечно, если вам удастся подстрелить ну хотя бы любого флайера с помощью этой обилки, то это уже будет значительным преимуществом. Трухельный пятачок, очень такой занимательный свинюшка, достаточно гибкая карта, в первую очередь, конечно, как просто 3-3 за 3, как я уже говорил, 2-2 с жетончиком плюс 1-1 в этом сете лучше, чем просто 3-3, потому что активирует всяческие синергии, ну и иногда, да, если вас там здорово убивают и вы таблеткнули эту карту в поздней игре, вы можете просто погенеть 4 хиточка, чтобы не умереть. Такой филер, но филер хороший. Дуб кряжистого кулака, карта совершенно очевидна для синезеленого архетипа, который хочет брать много карточек, но в то же время и в других зеленых колодах тоже играть им можно, потому что нужно понимать, что в свой ход, да, в ваш ход он всегда будет 4-5 за счет того, что вы просто подрогаете карточку в начале хода, но, конечно, сильнее всего он становится, когда вы можете подрогать несколько карт, или когда вы можете подрогать карты в ход оппонента с помощью выбора или других заклинаний, тогда, конечно, уже эта карта превращается в настоящую бомбу. Поэтому, да, как я сказал, в синезеленые колоди это абсолютный топ, но и во всех других зеленых колодах тоже играть ей не стыдно. Так, культивировать, репринт, хороший репринт, uncommon на этот раз. Эту карту мне нравится тем, что в отличие от просто обычных рамспылов это еще и карта Advantage, пусть, конечно, да, вы находите две карты земли, но все равно это две карты, которые вы получили ценой одной карты. И вы либо хотите рампиться во что-то, либо у вас, может быть, есть какие-то синергии просто на дискард карт с руки, как, например, там белый мечник, да, который получает неразрушимость, вы можете эту лишнюю землю сбросить под него. В общем, применение найдется всегда, вы можете найти себе свой сплэшовый цвет, культивировать карту очень хорошая, поэтому думаю, что в любой зеленой колоде пригодится. Ну и, разумеется, да, для констракта тоже очень приятное дополнение. Титанический рост, combat trick, классический уже на этот момент, за две маны плюс четыре, плюс четыре, ничего особенного, то есть, да, это действительно много статов, но за две маны, а не за одну. Иногда можно будет прям пронести внезапно урон оппоненту и добить его, но помните, что пробивной удар не дает, поэтому нужно держать это в уме. Так или иначе, combat trick в принципе как бы в limited играбельны, но не слишком хороши, поэтому слишком много титанических ростов я бы в свою колоду не стал класть. Предвестник горука, хорошая очень рарка, не слишком сильная, но при этом достаточно сильная, чтобы, собственно, оправдать свою рарность в limited. Мало того, что порча устойчивость от черного, это, ну, наверное, одна из самых важных порча устойчивости, да, за счет того, что в черном много ремовла, так еще, если вам удастся пронести урон, вы посмотрите там верхние 4 как минимум карты и найдете оттуда скорее всего какое-нибудь существо, то есть это и карта advantage тоже, ну, в раннем случае это просто 4-3 за 3 маны, что уже лучше, чем обычная карта в limited и особенно здорово в красно-зеленых колодах, где есть синергии на существа с атакой 4, так что очень хорошая рарка в том плане, что они не слишком сильные, не слишком слабые, все как надо. Остророг горука 7-3 за 5 маны, честно говоря, какая-то мемная карта, мне кажется, что 3 здоровья на 5 дропе это слишком мало и 7 атаки, 5 атаки, разницы такой же большой нет в такого рода картах. Я считаю, что если приходится такую карту класть в вашу колоду, значит что-то пошло не так. В общем, рекомендую вам этого не делать. Трупоедная слизь, знаменитый скейвенжен уз, который играет уже тысячу лет в модерне, и в общем-то очень приятно его видеть теперь и в стандарте тоже, уверен, что во всех констрактах зеленых колодах будет лежать, если не в основной колоде, то в сайдборде. В лимит это тоже карта очень крутая, мало того, что это просто 2-2 за 2, вы даже, может быть, скорее хотите играть его в более поздней игре, когда вы уже поменялись с существами, с оппонентом, в кладбище полны существ, вы можете тут же в тот ход, как разыграли, потратить 3-4 маны и разрастить его до каких-то огромных размеров и погейнить эти точки, в общем, здесь просто все прекрасно, не забывайте, что можете съедать существы в своем кладбище тоже, если вы впервые столкнулись с узом. Неистовый бронтадон, опять же, тысячный репринт, очень хорошая карта, в любом формате себя зарекомендовывает с лучшей стороны, причем как в лимит, так и в констракт, это замечательно, что можно играть ей в основной колоде, потому что просто статы очень хорошие, но и в то же время иметь какой-то какой-то ответ мейндековый на опасные артефакты и чары оппонента, которые мы уже видели в других цветах, да и в зеленом тоже, на который не жалко потратить даже такой премиум ремувал, как бронтадона. Светилища щедрого урожая, честно говоря, как раз из разряда тех светилищ, которые мне не очень нравятся сами по себе, то есть если вы ее сыграли за 3 маны просто ради собственного эффекта, да, ради рампы, то это хуже на мою задачу, чем если бы вы просто нашли какую-то землю и положили ее в игру, потому что здесь светилище заставляет вас тратить ману в первую главную фазу, иначе она сгорит, вы не всегда хотите это делать в первую главную фазу, например, вы хотите сначала сходить в атаку, потом после боя уже в зависимости от того, что произойдет, сыграет то или иное существо. В общем, я бы этой картой играл только в случае, если у меня либо колода на светилищах, либо у меня есть еще там одно или два светилища из других цветов, чтобы они усиливали друг друга, иначе я бы эту карту бы оставил вне своих вселенных и драфтовых колод. Хитрость лесничего, вот такой комбо-трик мне нравится, то есть он, во-первых, просто защищает вас от ремувала оппонента за счет порчи устойчивости, ну и плюс один, плюс один иногда поможет вам выиграть какой-то бой, который иначе бы просто закончился разменом, например, учитывая, что это всего одну ману стоит, мне скорее нравится, чем нет. Думаю, что и в Констракт, это вполне возможно, мы эту карту тоже увидим именно за счет того, что порчи устойчивости очень сильный эффект всего лишь за одну ману. Героическое вмешательство, еще одна карта, такой супер вариант хитрости лесничего, потому что дает всем вашим перманентам порчи устойчивости и неразрушимость. Опять же, в любой лимитед колоде зеленой, особенно я думаю, что она покажет себя очень хорошо, потому что все зеленые колоды в основном заточены на большое количество существ, дать им неразрушимость ключевой момент или порчи устойчивости, точнее и то и другое. Это важно и может быть разницей между проигранной и выигранной игрой. Понятно, что в Констракте тоже эта карта будет отличной садовой опцией против вросов и всего прочего. Гарук неудержимый, еще один плейнсвокер, довольно интересный с точки зрения, что он не слишком сильный для лимитеда, мы обычно видим плейнсвокеров, которые просто разрывают лимитед, если вы его сыграли, то все, игра выиграна. Здесь не совсем так, то есть вы ставите себе жетончики 3-3, если все хорошо получится, то поставите как минимум 2, но его плюсовую способность тоже не стоит недооценить, потому что плюс 3, плюс 3, да еще и пробивной удар, ну это может закончить игру очень быстро, если оппонент, например, и так уже был там на грани поражения, то Гарук его добьет прямо моментально. В общем, понятно, что карта очень хорошая с точки зрения лимитед, с точки зрения Констрактед, не знаю, время покажет, у нас сейчас нет недостатка в сильных зеленых мейнтзлокерах, поэтому возможно Гарук у подойдет, придется подождать ротации. Грибное перерождение просто замечательная карта, мало того, что возвращает существо на скорости инстант, то есть вы можете разменяться в ход оппонента, тут же существо вернуть, так еще и, собственно, если вы разменялись в этот ход, то поставите двух сопролингов 1-1, а это все-таки две фишечки 1-1, это уже почти целое существо. Думаю, что лучше всего эта карта будет умирающих существ построена, но и в принципе в любой зеленой колоде я бы этой картой играл с удовольствием. Зловатый мудрец. Понятно, что карта 4-4 с захватом за 5 маны это практически гигантский паук, точнее мамонтовый паук или как он там называется, который 3-5 за 5 маны с захватом уже хорошо, карта неплохая, учитывая, что она может получать плюс 0-2 и бдительность и ходить в атаку и стоять в защите и при этом оппоненту будет сложно ее убить, но это делает ее еще лучше и думаю, что это хороший вариант такого надежного 5-дропа, который никогда не будет прям плохим. В общем, да, я бы клал эту карту в зеленые колоды. Выслеживание карта двояк, с одной стороны для такого фильтра очень даже неплохая, особенно в зеленом цвете, да, напоминает предвосхищение, только здесь вы ищете именно карту существа или земли, с другой стороны в лимит это у вас почти всегда вы хотите в лимит ваша колода в основном состоит из существ и земель, то есть вам, как правило, нужно либо то, либо другое. В этом плане она мне нравится. Еще ее плюс в том, что она, в отличие от того же предвосхищения, она именно берет карту, а не просто кладет ее в вашу руку, то есть мы знаем, что синий-зеленый архетип именно заточен на взятие карт, поэтому там это будет дополнительная синергия. Но при всем при этом, да, вы потратили две маны на то, чтобы просто заменить одну карту на другую, то есть это не карта Advantage, поэтому слишком много таких карт я бы класть в свою колоду не стал, но если нашелся слот и ничего лучше у вас нету, то это далеко не катастрофа и особенно, да, в сине-зеленой колоде, где вы активируете все свои синергии. Надеюсь, вам понравилось, было интересно и увидимся в следующем выпуске уже с Ваней с обзором мультицветных и артефактных карт. Вот.